всем здрасте субботнее утро 3 апреля сходили наш мусор вытряхнули где мы тут стоим а вон там мы стоим вон мы стоим пол седьмого утра еще думаю можно потихонечку собираться сейчас 7 часов будем трогать стоянка тоже уже потихоньку разъезжается люди просыпаются так чудут у нас все хорошо колеса все нормально полетник конечно надо будет подкрасить приедем на базу возьмем черную краску и вот даже может баллончика чисто запылить вот эти места так мы тут тоже нормально видите народ не все у нас до мусора доходят вот эти горы снега будут таять долго сколько тут нагребли тут вроде все не беды поем с той стороны посмотрим здесь тоже вроде все по фен-шую краска тоже облазит недолго но это эти мойки если бы не мойки как мойки сбивают так вот тут тоже все хорошо надеюсь вам хорошо видно следы от двух вчерашних птеродакций вон и вон на стекле офигеть я не ожидал чуть снегом он видели сколько местами туда дальше еще говорят еще снега валом и вот здесь в районе самары ночью это два попала умивших проснувшихся раньше времени зверя прилетели к нам стекло лобовое скажем так маленько неожиданно еще пока вот вот так пол седьмого местного уже пол восьмого поехали потрудимся еще сегодня кто хочет поработать для вас персональный наряд нижний 1600 ну в районе где-то 1700 километров нам до омска сегодня суббота на 3 я уже говорю вроде вот мы сегодня какая задача сегодня наша задача взять уральский хребет попасть из европы в азию используйте урала у нас тут ориентировочно до хребта километров наверно под 400 на следующем поверните плюс сам хребет короче единственное что сегодня уже таких задач как бы не планируется не мойка мишина монтаж вот тут вот тип умный язык и заправок не отблю заливать все еще не надо сегодня только чу-верчу обманыв хочу что тут у нас делается м5 гудит гудит м5 5 утра проснуться м5 уже гудила каламбур получается вот так оно и есть не сильно никого не подрезаны нет вроде не подрезки сто сорок четыре до бавлинского кольца в татарстане а там уже и башкирия и наш на горизонте покажется ручьи текут ручьи бегут сейчас только что такой красивый ручей сегодня мы расход будем только повышать данный момент идем расход 38 у нас сейчас нас остановит так как мы со стоянки выехали понюхать пощупать потрогать бензовоз их друг как я в этом петропавловске в казахстане со стоянки выезжаю сразу просто я до этого ехал даже видео уж есть на хромтау я шел еще два года назад зимой конце зимы там сам факт что это а я даю границу с границы выехал с гуля до петропавловска доехал думал здесь там интернет есть все сети лату позавтракаю и всех выезжает поступать ну естественно останавливали ты же говорится стоянки вы и что запрещено за потом что но вы понятие со стоянки выехала концу мир это за угол как ваша загазованность поживает там по итогу одно за другое короче мы там зацепились нормально все уехал но сам факт что там гав 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 просто не не знали что уже опыт до этого общение езды по казахстану был довольно таки приличный но российские номера сейчас это было вот что все поехали посмотрим на мы сегодня заедем урал надо брать сегодня однозначно по лесу по лесу по лесу 31 а там про скорость пусть и все и ронять самое место для понижение расхода это от этого от томска до новосиба а вот вчера говорил что минводы минводы видите сергей сергеевский минводы или сергеевский курорт так вот и называется минводы и те минводы которые на кавказе но тоже минводы ничего вроде динок должен быть хороший пока судя по небесной канцелярии по сводкам катаклизмов не планируется да уже и хорошего с катаклизмами надоели они уже если честно уже снег в этом году всю печень выклевал вместе с нервами как-то уже сухенького хочется тепла жарить тоже не хочется не знаю жара тоже плохо зимой даже если холодно так чё ну автономку включил и греешься а летом стояночного так стояночного то топить целя нету заводится жалко если очень жарко если очень жарко то конечно заводишься не вздыхать же здесь кабине в этот от жары но это ладно посмотрим какое у нас лето будет тяжеленький не габарит тяжеленький такая конструкция на интересное так да спасибо Спасибо. Камазик впереди подсказал одиночка. Дайте Бог здоровья, дружище. Чтобы не габаритик. Так-то он бежит. Прямо и неплохо. Два болтуна. А это... А под горочку садится. Сам это труба этой хреновины не тяжелая. А вот эта платформа, на которой они установлены, она, наверное, весит. 20 арту тащит точно. Устрал. Мы зарулили в Оренбургскую губернию. Северный район здесь оказывается называется. Уезжаешь, знак стоит Оренбургская область. В северный район. Раньше по северный район. И я просто не обращал внимания. Аппендикс такой. Здесь северный аппендикс Оренбургская область. После него южный аппендикс татарстана. Вот так и чик-чик. Отрежем. И потом уже за рулем через мост 2 часа в Машкирию. Добавим 2 часа к московскому времени. И 2 часа у нас будет аж до этой. До Омской. Так. Омская будет плюс 3. Тут сегодня не тепло. Во всяком случае жары нету. Ноль градусов. Так, что-то облачность какая-то. Ничего страшного. Так. Надо, чтобы мухи не полетели белые. Пускай они уже все стаят в землю. И хорошие. Урау там. Возможно все. Что-то коллеги случилось. Брызговик. Остатки собирает или что? Колпак. Колпак потерял. Тоже так на обочину съехал. Я не знаю. Я бы не рискнул бы сюда съезжать. Честное слово. Посмотришь на нее и... Может не тяжелый. А с двадцаткой вот сюда вот съехать стоит. Даже одним колесом. Стремно, стремно. Заметил наверное. Может подсказали по рации, что колпак улетел. Еще все Оренбургская область. Тут конечно она вся на ремонтах. То вот здесь уже видно, что ну здесь делали дорогу. До этого ехали там. Она узкая. Что-что здесь минус. Участок этот он узенький. Тоже весь на ремонтах. И вон впереди ремонт. Короче не разгонишься. И расходишься с зеркалами. Так вот. 5 сантиметров друг от дружки. МАР. Бангар на острове. Это ты принципиально больше 80 мм? Не ездишь? Реша ограничению компании. Следующий обмен. Компании. Под controllом и меркать. с другой стороны где здесь можно ехать быстрее 75 80 но 82 где здесь 80 90 потерпи немножко имеет терпение просто не знаю где тут 90 ехать особенно туда дальше в сторону самаре вот куда тут 90 лететь и по 90 ровная дорога широкая там четырех полосков до вопросов нет а тут где тут 90 уж кому-то нравится не знаю сугубо мое мнение личное понятно когда ей там 65 70 но если идет человек в районе 80 то какие претензии могут разрешенная скорость вообще 70 километров в час если уже так углубиться в пдд да когда станешь за какой-нибудь там ну за кем-нибудь станешь гриум ползет 55 60 это да тут вопросов нет все семьдесят пять-восемьдесят изюм мне кажется не слегка не целесообразно претензии предъявлять может я ошибаюсь не знаю каждого свое мнение и видение ситуации я вижу эту дорогу больше 80 мне например здесь ехать просто небезопасно кстати здрасте татарстан вилкам а и сразу увидите товарищу боли друг мечтает зелота в огороде поставить пацаны айси 3 поставить на счет их этих деревянных на костяшках подняла ярко день все поехали дальше поехали в башкортостан все что там у нас совсем никто не едет здесь надо вот тут ехать татары пол девятого на каждом перекрестке тут того татарстана 20 километров на каждом перекрестке машинки стоят вот еще где-то впереди даже есть молодцы суббота утро все как положено все как положено на 10 километре всего Александровка работает грузовой автосервис два часа еду голова уже палит все вон он башкирия начинается мостик два часа и мы башкортостанем моста красивые сейчас пойдут пока не будем останавливаться рассматривать потому что снег сойдет весна придет позеленеет все тогда сейчас пока как-то то не то то да не то а вот он ик 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 еще дом покрыт этот ик на этом мостике сильно не разборишься что у нас по времени по времени оказывается почти полки только что было вот здесь 20 10 сейчас уже 20 12 беда на запад мне больше нравится ехать здесь все как не заедешь куда-нибудь сейчас и воруют и воруют и воруют а потом сюда ешь наоборот является это так образное выражение это вот это дальше начинается октябрьский подъем да вот справа это с горы смотришь вообще офигенные места Андрей тут товарищ живет может даже сегодня получится встретиться тоже где-то там на работе если получится когда-нибудь здесь я тебя свожу когда снег сойдет погода будет весна лето свожу говорит это места красивые но и говорит есть еще красивее по заранее все едем а на октябрьском подъемчике можно перед подъемом разогнаться подъем будет хороший пост тут вредный был ой вредный ой вредный ой вредный остановит с двадцаткой на гаретах весь мозг выполочит и потом пошла столяр как педрами выхлопнули вытекать когда от него уезжаешь вот 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 здесь вот машина ставишь вот здесь направо справе и вот туда вправо красота местная сейчас не то ждемся других погодных условий в другой пары года и его мою нашу лазинку и 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 у на продажи после ослじ хороший готов Вот на подъеме. Включил рацию. Украина. Приходится вдруг пускать, увидите. Что с настричкой его загнать. Гусик украинский я так далеко еще не встречал. Машинки-то попадаются. А гусик-то что сюда забрел? Сейчас еще повернет куда-нибудь без поворотника. Нет, с поворотником. Тоже подъем тут хороший. Та скамеечка, которую входили в зеркала даже не вижу. Видите, сзади не кало. Только маленькие. Туймазинский район. Поехали. Туймазинский район. Ой, какая гора затяжная. Чего эти жигули не едут быстрее? Ладно, я с двадцаткой. А ты что так медленно? Уазик там не ехал. Сейчас что-то жигули не едут. И поехал. О, уазик обиделся, решил догнать. Хе-хе-хе. Мурза ты какой. По местным тут видно сельским тропам носится. Смотрите, какой грязный сзади. Оболняли. Слышишь, уже кончишься этот подъем-то. На расход страшно смотреть. Бесконечный какой-то. Ну, почти. Скарабкались. Ну, опять за этот бусик украинский. Сейчас опять подрежут. Ну, опять за этот бусик украинский. Сейчас опять подрежут. не успел проскочить с е это если я не ошибаюсь это где-то там это одесса вот те края по моему но и могу ошибаться украинских номерах так киев точно знаю как нас какие яйца эти точно знаю еще донецк и луганск и харьков а тут едешь 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 по федеральной дороге потом раз и дорога кончилась причем резко так и неожиданно нормально попробовал про шляпится временные знаки как влетишь все мосты до свидос не факт что и на ноги и удержишь смотрю ты и ты на казахских номерах больше чем на белорусских теперь уже интер транс автор белорусская тоже контура российских номерах не ну что есть наказавки смотри прайзик Ух, вы посмотрите, что там делается, сколько там людей, я не могу понять, из кустов не видно, куча машин вдоль дороги стоит, здесь вот тоже, и посмотрите, гляньте, последний лед, ну, можно сказать, один из последних, когда он тут уже скоро все зайдет, выходить небезопасно, ну там, я не знаю, их там тысячи, наверное, если не больше, может, соревнования какое проходит, по спортивному лоу, там, местных видов рыб, ну, сразу так, ну, кусты-кусты, машины стоят, ну, что они тут делают, ладно, там лес был там, осень за грибами, понятно, а потом там присмотрелся, там озеро какое-то, и рыбачки ловили рыбу, поймали, тоже рыбу, не, ну, молодцы, красавцы, что, суббота, самое время про вождение бугры тут по Башкирии такие холмы тоже шикарные красивые места, красивые башнифт топлива, боблев никто не продал на Башнифте топливо мне интересно, как там тот мостик поживает который когда сюда возвращался так часа полтора наверно отстоял доедем посмотрим как он выглядит уже скоро должен обрабатывать все все ветряки умерли сгорел остальные 3d не крутится почему-то завета есть курса ценник то у них такой далеко не детский врать не буду но что-то вроде как лям говорили стоит дели один что-то не все суббота выходной теперь организовали казко очередная горка еще попробуй селишь не разгонишься нет еще нормально так пойди разгонись особенно на каких-нибудь мостах горку пойдешь уже без своих мостов короче грустят парни чудо грустят ну вот наверно к этому мосту мы приближаемся полиция началась полиция нет это не мост это реверс не парни ребятки я выключу рацию если вам интересно приезжать и найдите какой-нибудь ремонт колейка и вы сток все наслушаетесь голова щас закипит так что стоим тут реверс это не мостик это ремонт дороги реверсивное движение здесь минут постояли пропустили оттуда зверский поток пока чет не пускает а там эти свои свои камазики там разгоняют решил послушать все таки у ребят притормаживать у вас колейка начинает реверсивное движение а он видите маленькие то что творят они объезжают там как бы все стоят на эти он мимо летят заставить их там сейчас на обочину съехать по нигде регулировки пускает а надо было ехать как бы ну тут в принципе так хорошо обочина есть а так бы не было по обочине куда хочешь пускай туда одевается в яму тут съезжает зато мы самые первые никто не мешает бригадир бригадир во что тоже впереди асфальта нет или это уже новенький я нету затормозим затормозим потихоньку асфальт был и исчез дорога нормальная была ну и снимать асфальт там зон более-менее хороший а а чё рация молчит никто не ругается политика закончилась давай 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 вылазь 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 красавчик вылазь ах жалко сейчас ты меня поехал бы куда-нибудь в куэд на своем уазике ой так а тут это тоже калия-то смотрите какая собралась и что да не в телефоне сидела что белорус поехала на ютубе на ютубе на ютубе на ютубе здорово пацаны удачи вам вы попали в кадр скажем так на ютубе на ютубе нет никого с этой стороны а тут оказывается такая колея что на ютубе на ютубе на ютубе дальше что ох юм на ютубе на ютубе на ютубе на ютубе на ютубе наверху начинается на говорят у нас на урале то что все весело там тоже дорога кончается яма ремонт и ну все да сейчас лето сезон начинается ремонт дорог а был сезон гололюда сейчас сезон ремонта дорог пошел начинается самостоятельно а а а а арест говорил привет привет алексей николаевич привет 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 с Волжского Солгоградской области а а взаимно пламенный домой хорошего дня тебе взаимно но там потом ремонт их будет километра три колечка реверса так вроде бы дальше ничего бежится нормально принято спасибо у вас далековато чисто было счастливой дороги а а а пламенный волжскому только камеру включил так что коллега удачите вот он этот и помощью и название речки такое интересное было чермо сам по запомнить не смог до золотали его насколько надолго не знаю но подлатали ну хорошо вот так да сейчас от лето придет казалось бы вот только есть гололеды кончили зима кончилась фиг то фиг вам называется начнутся ремонты куда не денешься от этого сейчас тут туда сюда и широкая двойная прямая на уфу блоковарский район ой 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 что я смотрю на недобреющим он идет там навстречу поверху коллегу облетает губернатор местной владения рассматривает ну вот только кукурузник то ли что там он в воздухе сейчас за кустами спрятался не видно а может тут аэропорт какой-то такой небольшой местный что-то он пропал куда-то на посадку идет а не вон он тарахтит не спеша так вальяжно медленно-медленно летит я еду быстрее чем он летит что то я не еду так энергичок что то везет или у нее двери менее а нет это от дерева все что осталось отворот кто-то ворота потерял вернее кто-то оторвал нет нет ворот одной части сначала думал тент может заняться открыто бывает там что-то такое не сильно не габаритная везут остались вот эти где петли и все и да дорогие очень дорогие мне мы переделывали у нас через полгода когда они сгнили новые тегели получили все немцы даже и грунтовку не ложили на живую покрасили на металл краской все я через полгода отворот вот такой еще не что ворота мне 10 на легал сервисы в домодетом куда мы свой процент погоним загоняли там по гарантии делали таки то меняли панели перекрашивали перекрашивали сумму не сказали сумму не сказали не сказали не дешево полностью воротину поставить хороших денег стоит воротина русланова чешмы нас же луфа спорта А за ней Невальский хребет Форд Трак Сморится фордовский Сервис построили Вообще сервисов напихали Скания здесь Вроде бы была Нет Или нет Да Видите одно делка здесь Скания сервис делка Можно так сказать А мы поехали Что сейчас За постом За полтинником Заезжаем На обед Как раз Четыре с половиной часа Уже почти отработали Паузу сделаем Поперем И поедем Тааши не дотягиваем До Жорика А еще Уже время Час дня Пора уважить Желудок Собственный Ооо Вылез Змей Горыныч Ой там еще один Никого нету Никто не обидится Если я во втором ряду Так и поеду Челябинск Челябинск 425 километров Нам отсюда До Челябинска До объездной 357 Это соединение С М7 Ну как Не с самой Короче Семерка Вот оттуда Выезжаешь Когда идешь Поедем Сейчас Андрей Подъедет А тут Сворачивать То некуда А ты откуда Что потерялся Честь Питера А вот тебе надо было Прямо на перемычку Уходить Передухой Как раз Я бы сейчас Если бы по ней Прошелся По навигатору Прямо в Уфу Приехал Вот я бы вышел Там на шахтинской развязке Получается Эти прямо Какая-то улица У них перерыв Там Ты кто знаешь Прямо Любых видов Ставпокров Ремонт Ставпокров Куда этот навигатор Навигатор урожен Как бы эти города Не знают Тогда тяжко А так Ужас Так Все Вот туда заезжаем Нам как раз Осталось 9 минут Времени Вон Ваш нефть И за ней стоянка Пойдем тут Не знаю Андрей приехал Не приехал Пока не звонил Постоим часик Постоим часик Развернуться Развернуться Говорит вообще Какую-то новую Построили Куда заезжать Говорит за ней Какой-то Башнеф За башнеф Какую-то новую Построили А вот Дальше Значит Он дальше Не про эту Говорил Он вот Про ту Мне говорил Кафе Стоянка Вот Я так думаю Что мы поедем Внутрь Заедем Что мы тут Будем Не выехать А он Стоит Уже На Ренушки Здорово Какой Аппарат Огонь Тачка Рост Нет Все дела Трубы 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 Брюс Трубами Гружены Да Опа Привет-привет Короче Пообедали Еще такая харчевня Да Что ты уже первый раз Да Да Хорошая такая Вкусно Довольно Такие Уютно Чистенько Ну Ну Рассказывай Про Суть У тебя Средний Рамник Невысокая По-моему Средний Рамник Или даже Нет Не низко Рамник Средний Рамник Наверное Да Повидал Свою Аппарату Лужик Сука Яй 14 14 Лет Азок 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 Наспедометри 800 800 В принципе Для 14 лет Это немного Но она по месту Наверное В основном Если учесть Как нас по буровым На тракторах Ну да Один к трем Надо Да Кстати Скинешь мне Видео Помнишь Ты мне сбрасывал Где тебя Выдирали Не сохранил Может Если есть Пришлешь Я то вставлю Как тебя Там таскают Подножки И бампер Это еще мелочь Это да Радиатор У второго Кабину Оторвали Кабину Даже Один трактор Не справился У нас Второй Зацепили И все Это Вместе С интеркулером С радиатором Все на свете Сколько раз Я такое Везу И куда Требы Трубы На завод Ремонтируют Потом Мы их Обратно Везем А Это На Обработку Трубы А потом Ты их Обратно Возвращаешь Несколько Машин Работает Мой Проверяет Резьбу Нарасил Ясно Ну да Парад Конечно Ну по местным Дорогам Еще так Бодренько Выглядит Скажу тебе А вот Этот видео Недавно Выкладывал КДМК Опасный Зверь Да 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 А Вон Стекло Прилетел Да Раз Два Три Четыре Здесь Вот Ага Вижу Вижу Трещина Пошла Пошла Ага Ясно Автомобиль Скажем так Меня устраивает Еще смотря С чем сравнивать После Камаза Это естественно было Не Ну и Рено Когда Я тоже На такую Работал Правда Она Не ехала Нифига Ну у меня Сейчас Тоже Лошадей 50 Наверное Удрали С370 У меня было 420 Самый Скоростной Мост И короче Это С двадцаткой Дешина Еще Гора Еще Где-то там Очень Очень Далеко На колени Подать Не хочу Горит 380 Лошадок 370 Я не знаю Почему А Билые Били Так Да Ваши 50 Наверное 14 Удрали Естественно Может Даже Больше Варсунки Ни разу Ничего Не делали Работаем На башнике Солярке На другой Город Понятно Все Это Фигня Ты Сказал Прицеп Сколько Лет Вот Вот Это Старичок Не Мы Ты Талант Слушай 28 Столько Не Жил Сколько Он Есть Тогда Делали Надежно Но тут Конечно Все Как всегда Туда Это Лалы Трещетки Обыкновенная Камазовская Телетка Набалансирует Для меня Как-то Ремонт Как Главное Легче Даже Набалансирует Понятно Но Главное Что Вот Этот Шмеллер Выдерживает Любые Водороны Охотно Верю Я Толкал Водороны 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 Ну ладно Проволоки Нет Из-за этого Выше Бортов Не грузил Толкал Погрузил Дальше Ты здесь Двадцатку Не загрузишь Сейчас Пробивать Будет Да А раньше Весов Не было Ни на Федералке Ни на Местных Дорогах Двадцать Двадцать Грузили Шесть Пакетов Стандартных Заводы Двадцать Одно Тон Как Довольны А все Потом Вот эти Весовые Начались Ну да Куда Что Такой Погрузишь Двухостный Тем более Эти Выездные Еще Ладно Там По Рации Предупредили Стационарные Эти Не обманешь Понятно Ладненько Будем Разъезжаться Редактор субтитров Корректор А.Кулакова